Это не просто подгруппу, она нормальная. Что значит нормальная? Значит, разложение на правый смежный класс такое же, как разложение на левый смежный класс. Давайте я запишу это определение, и мы сейчас с вами все-таки попытаемся понять, почему она нормальная. Итак, P нормальная в G. Если она у меня подгруппа, то, конечно, я не пишу имеется в виду, разумеется. Если P подгруппа, и дальше, внимание, и для любого элемента G выполнено такое свойство. P, G, P, G в минус первый равняется P. Вот. Вот, 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 вот. Сейчас нужно будет сделать путь. Дело в том, что вот все эти рассуждения, они на самом деле крайне простые, если знать один секрет профессии. Вот секрет, это в самой теории группы. Секрет того, что такое вот это вот G, P, G в минус первый. Или, кстати, G в минус первый, про же, понятно, G в минус первый равняется G в минус первый равняется P, так, 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 это не так важно. Так вот, в чем, так сказать, этот секрет заключается? Секрет заключается, опять-таки, в следующей простой картинке. Я тут недавно долго ее объяснял Максиму, и Максим Любов. Из присутствующих он ее понимает. Боюсь, что остальные ее не понимают. Вот я сейчас про эту речь, надеюсь, остальные ее тоже поймут. Это рассказываю. Жил был Максим. И ему нужно было написать фону, которая отражает точку относительно прямой. Вот представьте себе, заданная прямая. Ну, каким-то естественным образом, да? Скажем, вот там, известный вот этот углу Фи, да? Между осью абсцисски и прямой. И заданная точка, какие-то там координаты Медиксы. Требуется найти координаты вот этой вот точки, которая получена симметрией относительно прямой. Берешь прям мутикуляр, отражаешь нужную расстоянию. Вот, вот, вот. Максим был такой же. Он точно так же сказал, давайте запишем, что вот этот вот угол, это арксинус... А зачем? Тешим. Игрека деленного на корень квадратный, фикс квадрат плюс у квадрат. После этого, через этот угол, угол Фи вырезал тот угол. Вот, пописал в форму, две странички вычисления и получил правильную форму в конце. Но, я его, после того, как он все эти вычисления сделал, сказал, вместо того, чтобы так с этими арксинусами и сложными на форму не улучшиться, давай поймем следующее. Мы умеем поворачивать всю плоскость на угол Фи. Да, умеем, есть такие стандартные формулы поворот на угол Фи. Вот, отлично. Вот, давай возьмем всю плоскость и повернем на угол Фи. После этого, в новых координатах, что такое сметрия? Это замена знака у У, правильно? Что такое отражение относительно Азербстиса? Это вторая координата меняет свой знак, правильно? Замечательно. Записали, это легко записывается. А после этого повернули назад. Ребята, вот это операция. Смотрите, что делали. Повернули, отразили, повернули назад. Если кто занимался кубиком Рубиком, там тоже такой час бывает, правильно? Да? Развернули, там что-то сделали и вернули назад. Так вот, кубик Рубика, это, пожалуй, самый такой быстрый способ по-настоящему понять, что я сейчас буду говорить. Сейчас. Сейчас делаем следующее. Представьте, что у нас есть, ну, например, элемент В. 1, 2, 4. Отлично. И некоторая перестановка Ж. Любая перестановка на четырех элементах. Господа, нужно сейчас, внимательно посмотреть на доску и понять, что это очевидно. Что это совсем очевидно. А, Алексей Ильич, что значит Ж от единицы? Ж это перестановка. Число 1, а куда-то переводит. Вообще, перестановка это какая-то функция, определенная на множестве 1, 2, 3, 4, и переводящая каждый из чисел в... А зачем большие скобки? А это цикл из двух элементов. Здесь у нас что написано? У нас вот это вот перестановка, которую мы ввели. Это два цикла. Один из них единицу переводит в двойку, а двойку в единицу, а другой тройку в четверку. Что значит перестановка из двух циклов? Что значит перестановка? Ж от единицы переводим в Ж от двух, а Ж от двух при этом переводим в Ж от одного. Ж это перестановка на четырех элементах. Как подвергнуть число 1? Вы берем число 1. Да? Илья Ильич? Да. В левой части формы. Ж на перестановку 1, 2, на перестановку 3, 4, на Ж в минус 4. Только делается это справа до левого. Ж это что? Ж это перестановка. Это перестановка. То есть это какая-то функция, которая одна из двадцати четырех перестановок. А потом Ж от единицы. Куда? Переходят единицы под действием Ж. А. Двое из чисел 1, 2, 3, 4, это Ж от чего-то. Вот берем число Ж от одного и смотрим, куда оно переходит. Под действием Ж в минус 1. Ж от одного куда перешло? В единицу. Под действием вот этого. Единица куда перешла? В двойную. А под действием Ж куда перешло? Куда так? В Ж от одного. Значит, Ж от одного перешло в Ж от одного. Так. Дошло? Так, берем Ж от двух. Оно перешло сначала в двое, потом в Единицу, потом в Ж от одного. Берем Ж от трех. Оно перешло сначала в тройку, потом в Четверку, потом в Ж от четырех. И, наконец, берём Ж4. Оно сначала перешло в 4, потом в 3, потом в Ж3. Всё, это разница, очевидно. Больше того, ребята, если бы здесь была любая конкретная перестановка, то вот, чтобы записать такую штуку, надо было просто написать то же самое, только на места, где были раньше числа, написать 6-3.